Привет всем! Из того угла вас было видно гораздо лучше. Ну что же делать? Ладно, давайте начнем. Меня зовут Алексей Жуков, я руководитель продуктовой практики клиники продуктов «Обсек». И сегодня мы с вами коснемся как раз безопасности полного цикла разработки и как этот цикл мапится на наши продукты, на продукты позитива. Я думаю, что как и многие из вас, я тоже присутствовал на первом нашем сегодняшнем планерке, пленарной сессии, которая в самом начале нашего мероприятия сегодня была. Я внимательно слушал комментарии, рассказы наших гостей, которые были приглашены. И меня прям, знаете, так бальзамом на раны прозвучало из их уст, что тема девопса, тема девсекопса, она очень сильно востребована сейчас. Да и очень многие очень критично относятся к этой всей истории. Поэтому полный цикл разработки и безопасность полного цикла этой разработки – это прям интересная история. Но прежде чем прям туда зайти как-то, давайте небольшой тест, наверное, такой проведем на возраст, что ли. Вот поднимите руки те, кто хоть раз играл в «Герои меча и магии». Нифига себе. Здорово. Давайте так, с чего там начинается уровень? Ну, то есть есть какой-то замок такой, да, вокруг тьма, есть какая-то лесопилочка, да, есть там шахта. И, в принципе, для жизни всего этого хватает, да, можно там худо-бедно золотишко накапливать, какие-то там хижины строить и так далее. Вот. И, в принципе, когда уровень заканчивается, да, когда всех победили, да, все города захватили, там, скиллы прокачали полностью по максимуму, так что дальше уже не влезает, да, ну, надо на следующий уровень идти. Вот. И вот эта история со следующим уровнем, она похожа примерно вот на это. Да, да. У нас сегодняшнее наше мероприятие, оно, ну, пронизано такой, что ли, историей, да, супергероев. Вот эту картинку точно рисовал кто-то из супергероев. Это точно не я, да, я бы, наверное, не знаю, я бы не знаю, что бы со мной случилось, если бы я стал рисовать эту картинку. Внизу, он есть ее название, да, то есть погуглить по этому наименованию, в принципе, можно найти эту картинку в PDF, да, это векторная графика, она прекрасно масштабируется, то есть с ней очень удобно работать. Чем интересна эта картинка? Тем, что она, как и вот те самые герои меча и магии, с которых я начал свой спич, да, это совершенно отдельный мир. Почему на этой картине мы не видим антивирусов? Ну, потому что их там нет. Почему мы тут не видим VPN-шлюзов, криптошлюзов каких-то? Потому что их там нет. Почему мы не видим классических межсетевых экранов уровня там L2, L3? Та же самая причина. Их тут нет. Это отдельный мир со своими технологиями, со своими решениями. И это прям та картина, которая, ну, видится, максимально полная, максимально комплексная. Тем не менее, с чего-то надо, конечно, начинать. В мире обсек, в мире девсек-копса очень часто звучит слоган «шифт-лефт». Да, то есть «шифт-лефт», ну, максимально на самой ранней стадии разработки надо как-то двигаться в плане поиска уязвимости в коде. Почему это удобно делать? Ну, в принципе, тоже. Да, у того же самого Дениса Кораблева сегодня на презентации вот эту вот диаграмму видели, да, где стоимость исправления дефекта и поставлена в зависимости от того, на какой стадии, да, на каком из этапов это делается. И получается так, что чем левее мы это делаем, да, чем раньше у нас это происходит, тем, в принципе, удобнее все происходит, да, тем удобнее, тем дешевле все получается. Ну, а что у нас является самой левой стадией здесь, конечно, написание кода программистам. То есть мы тут не просто экономим ресурсы на то, что мы устраняем уязвимости максимально рано. Мы еще и решаем очень такую серьезную, тяжелую, ну, психологическую, что и межличностную какую-то задачу, да, потому что, ну, представьте себе ситуацию, что уязвимость найдена не по разработчикам, да, ее нашел безопасник, ее нашел пентестер, хакер какой-то внешне приглашенный и так далее. Мы сталкиваемся в полный рост с картиной пять стадий принятия неизбежного, да, то есть там что у нас там, отрицание, гнев, депрессия и так далее, да, то есть ничего хорошего из нас из этого не получается. Плагина для EDE-шек, да, который позволяет сканировать код прямо в процессе разработки, это тот самый метод, который позволяет разработчику проанализировать свой код, не привлекая внимания безопасников, да, то есть без какого-то такого, ну, неприятного, что ли, фидбэка, да, неприятного такого послевкусия, которое у него может остаться после того, как его код кто-то проанализирует, да, и будет тыкать его носом, говорить, что так делать нельзя, да, то есть это тот способ, который позволяет нам решить достаточно эффективно вот эту вот проблему. Как только мы его решаем, да, мы закрываем тот самый, ну, такой замок своеобразный, да, у нас появляется закрытый квадратик на этой карте, когда мы в процессе разработки занимаемся анализом кода. С другой стороны, времена, когда код собирался на машине разработчика, я такие времена еще застал, да, когда у нас CICD-систем не было, вот, и код собирался, ну, естественно, изначально на машине разработчика, да, потом в релиз собирался уже у TeamLead, который потом его куда-то прикапывал. Вот, те времена, естественно, далеко ушли, вот, и сейчас, наверное, основной момент, основной такой вариант работы – это встраивание в конвейер-сборки. Когда у нас есть приложение, когда оно собирается автоматически по каким-то событиям, да, по коммитам в репозитории, да, вручную, может быть, его запустили, еще как-то, не суть важно. Но, соответственно, Application Inspector – это уже продукт, который позволяет встроить процесс анализа кода в конвейер-сборки, причем позволяет сделать это для организации, в принципе, наверное, с любой стадии зрелости, да, то есть его можно запустить в режиме, вот, нам принесли код на флешечке, давайте проанализируем, посмотрим хоть что-то, что у нас есть. Второй вариант – да, мы действительно можем встроить конвейер-сборки и заниматься анализом кода в автоматическом режиме, то есть делать тот самый Shift-Left, да, на самых ранних этапах выявлять уязвимости. Это позволяет нам не просто смотреть на уязвимости в коде, да, но и анализировать сторонние библиотечки, которые используются приложением. Это позволяет нам автоматизировать принятие решения о том, что нам надо сборку, например, остановить. Да, ну, приложение дырявое настолько, что, ну, давайте не будем сжечь электричество, тратить ресурсы сервера на то, чтобы дальше его собирать, как-то тестировать и прочее, прочее. Вот, то есть это мы двигаемся еще немножечко в сторону, вправо, да, вот по этой оси. Кроме того, что у нас есть интересного, разработчики, когда принимают решение о том, какие библиотеки себе подключить в свое приложение, они могут не всегда это делать осмысленно. Причем здесь есть такой, знаете, прям диаметрально противоположные позиции, да. С одной стороны, бывает очень трудно заставить разработчика обновиться до версии библиотеки, которая не является уязвимой. Да, вот Антоха в своей презентации проводил пример Log4j. Да, библиотека наделала шума достаточно, очень много. И, насколько я помню, количество скомпрометированных систем, оно исчислялось просто десятками тысяч. Да, то есть библиотека, уязвимость которой была выявлена вот на грани 21-22 годов, на самом деле были уязвимы ее версии, начиная, дай бог памяти, по-моему, с 2008-го. Да, то есть это первый момент, да, зачастую разработчики очень не хотят обновлять версии библиотек, по принципу «работает не трошь». С другой стороны, диаметрально противоположная ситуация очень часто возникает, да. Нашел разработчик библиотеку, хоба, интересные какие фичи, ой, как здорово, кнопочки красиво отрисовываются, давайте я ее себе подключу, будем ее использовать. То есть тут у нас стоит задача уже построения какого-то защищенного репозитория, когда мы, ну, пытаемся этот процесс тоже как-то контролировать. Когда не просто так взяли, подключили библиотеку, забрали ее, да, связь системы ее тоже подтянула откуда-то из интернета, запустила ее в сборку. Соответственно, есть решение, которое на базе сэндбокса, на базе поведенческого анализа реализует тот самый безопасный репозиторий, когда у нас все библиотеки, которые подгружаются из интернета, на самом деле проходят такую дополнительную проверочку. Вот это тоже такой своеобразный шажок в плане, ну, закрытия вот этой общей картины, которая у нас получается, да, с выявлением аномалий. Не буду отдельно здесь повторяться, да, специально вот слайд оставил с таким названием, что Cloud Native приложение – это сейчас, ну, прям, да, интересная история. И времена, когда приложение представляло собой такой собираемый экзешник, да, запускаемый дабл-кликом по иконочке на десктопе, но они, нет, они по-прежнему существуют, да, но, тем не менее, все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда приложение у нас не только CI, да, то есть не только собирается, но и CD, то есть деплоится автоматически куда-то в кластер. Да, поэтому, естественно, мы не могли тоже как-то, ну, оставить без внимания, что ли, вот эту историю, да. Единственный момент, поскольку у нас лонча продукта до сих пор не было, хотя его название постоянно звучит, да, и звучало сегодня уже в нескольких презентациях, да, но, тем не менее, да, для того, чтобы хоть какую-то интригу здесь сохранить, я вот оставил его с таким названием кое-что. Да, в общем, следите за анонсами, планируется лонч продукта, когда действительно можно будет уже его пощупать, поглядеть вживую, как оно устроено, как оно работает. Кроме того, по BlackBox, давайте немножечко тоже опять назад вернемся, для чего он нам нужен вот в этой истории со всей безопасной разработкой. Да, то есть, понятно, можно анализировать приложение по принципу, вот запустили, потыкали, посмотрели, какие там уязвимости имеются. Вот, но с другой стороны, ведь разработка приложения – это не просто работа программиста, да, который сел, написал код, закомитил его, сборочка запустилась, получилось приложение. Нет, конечно, да, у нас есть тестировщики, тестировщики, которые работают, которые выискивают проблемы в приложении, которые, не знаю, там, его открывают, да, пытаются всякие в поля забивать в формочках, кнопки нажимать разные, пытаются всячески его уронить, в общем, да, помешать его полноценной нормальной работе. Вот, и, в принципе, очень часто приходится сталкиваться с таким, ну, с такой позицией, что вот есть тестировщики, и ладно, да, зачем нам какие-то пентестеры, да, зачем нам какие-то безопасники, тестировщики, давайте научим их проводить тесты на проникновение. Я, на самом деле, очень сильно сомневаюсь, да, по поводу того, что это, в принципе, возможно. Ну, потому что представить себе тестировщика, который будет в поле год рождения, там, в формочке на веб-страничке вписывать, не знаю, там, 3015, да, или там какие-то дробные значения туда вводить, вот, или, не знаю, пытаться туда текстовые значения какие-то вписывать. Вот, я такого тестировщика могу, в принципе. Но представить себе тестировщика, который вместо того, чтобы работать с приложением, в его виде, там, в виде веб-страничке, например, будет условным курлом или бёрпом формировать HTTP-запрос, в котором будет в поле год рождения вписывать что-то типа, там, кавычка, пробел, уродин равно одному, точка запятовой пробел, два минуса пробел, ну, я, честно говоря, не могу, да, это, да, это ж додуматься надо, да, это ж надо куда-то с извращенной такой немножечко логикой размышлять над приложением. Поэтому Blackbox – это тоже отдельная история, которая прекрасно помогает имитировать действия, что ли, такого злоумышленника, у которого нет доступа к исходникам, но, тем не менее, он может взаимодействовать с приложением, ну, как нравится, да, так, как его никто не ограничивает. Соответственно, Blackbox, да, точно так же, как и все упомянутые ранние продукты, встраивается в конвейер сборки, в нём можно реализовать тот самый Security Gate, да, то есть некий набор правил, который автоматом применяется к результатам сканирования, для того, чтобы, например, нам сборку по мере необходимости в определённой ситуации взять и зафейлить, да, заступить, потому что в ней есть некие неприятные моменты, есть уязвимости, которые нас не устраивают, и вообще такое приложение надо срочно отправлять на доработку. Это что касается Blackbox. Соответственно, да, на этой диаграмме Blackbox тоже у нас присутствует, кстати, в двух местах, да, он у нас рассматривается и как средство для тестирования, ну, некого тестового сегмента, для того, чтобы прогонять на нём тесты, так и для тестирования прода. Ну, в принципе, почему нет, да, это не очень, конечно, безопасная задача, хотя у нас буквально весной этого года был заказчик, который настаивал на том, чтобы в 11 часов вечера мы все собирались и тестировали порядка десятка приложений на проде. То есть такая ситуация вполне тоже возможна, можно использовать Blackbox для этого. Что у нас, двигаемся дальше, да, двигаемся ещё более вправо. Да, Application Firewall. Я, действительно, я в своей презентации часто делаю такие сноски на доклады коллег, да, ну, как ни крути, да, всё-таки она именно этому посвящена, да, то есть тому, как мэпятся наши продукты на цикл безопасной разработки. Application Firewall, соответственно, тоже интересная история, да, как ни крути, очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда требования бизнеса всё-таки превалируют над требованием безопасников. И приложение, в котором есть уязвимости, которое, например, нашёл Application Inspector, да, либо там Blackbox, тем не менее, бизнес настаивает на то, чтобы приложение было выставлено впрод в нужные сроки, то есть принимаются риски того, что приложение будет поломано. Соответственно, Application Firewall – это возможность реализовать защиту приложения, которое является уязвимым. При этом возможна интеграция с Application Inspector в плане того, что обеспечивается формирование некого виртуального патча, который будет блокировать попытки эксплуатации уязвимости, которые найдены были с помощью Application Inspector. То есть такая история, она тоже возможна. Да, тем самым мы закрываем самую правую картину нашу, да, самую правую сторону нашего слайда. То есть здесь у нас от Shift-Left мы перешли так постепенно к Shift-Ride, да, ну, на клавиатуре два шифта, да, один слева, другой справа. Поэтому вот мы от одного к другому и прошли. Кроме того, процесс безопасной разработки, да, любая методика безопасной разработки, она не останавливается на том, что вот мы накупили кучу продуктов, да, что-то там навнедряли, научились им пользоваться, вот, сидим такие довольные, да, и вроде всё там сканируется, устраняется, проверяется, удаляется. Вот, на самом деле это здорово, да, это работает, но при таком подходе очень велик риск того, что, ну, мы впадём в такую, не знаю, в идиллию, что ли, своеобразную, да, когда все считают, что всё здорово. Да, для того, чтобы нам как раз от этой истории уйти, нам и нужны те самые внешние проверяльщики, да, то есть нам нужны пентестеры, сторонняя организация, которая будет нас время от времени встряхивать и проверять, действительно ли наше приложение безопасно, действительно ли наши процессы безопасной разработки эффективно реализованы, и действительно ли все те уязвимости, которые выявляются, действительно ли они устраняются. Такая история. С Бакбаунди, да, тоже очень многие сегодня в своих докладах рассказывали об этой истории. Да, очень удобный механизм не только найти уязвимости в своём приложении, да, но и повысить, скажем так, репутацию своей компании, что ли на риске, да, продемонстрировать всячески, что компания открыта, что компания не боится того, что в её коде будут уязвимости найдены, да, что она готова их вовремя устранять. Ну и действительно, и мониторинг, естественно, да, мы занимаемся, когда мы выстраиваем процессы безопасной разработки, мы должны понимать, что всё-таки наше приложение, которое развернуто, хакеры будут его атаковать. Как бы мы ни старались, каким бы хорошим процессом мы ни реализовывали, да, у нас всегда остаётся риск того, что нас всё-таки поломают, да, и тут в этой ситуации нам крайне важно в нужный момент выявить эту ситуацию, да, и предотвратить дальнейшее развитие атаки. Вот. При таком раскладе мы действительно закрываем ещё несколько квадратиков из этой диаграммы. Вот. И в целом получается достаточно интересный комплексный подход, когда, ну, в принципе, уровень пройден, да, что мы можем делать дальше. А дальше мы можем сделать очень многое, да, почему? Потому что вот по большому счёту вот на этой диаграммке мы прошлись только по центральной вот этой такой синенькой оси. Да, у нас остаётся ещё оранжевая ось, у нас остаётся зелёная ось, у нас остаётся такая розоватая, да, розовая, наверное, ось скорее. Вот. Это всё направления, которые касаются тоже не техники. Да, это повышение осведомлённости, да, то есть это обучение. Мы у себя действительно очень сильно вкладываемся именно в подготовку программы обучения по нашим продуктам. Да, мы стараемся рассказывать не только, как продукты устроены, не только, как на какие кнопочки нажимать и за что они отвечают, но и рассказываем о том, какие теоретические основы положены, собственно, в наши продукты, да, что из себя представляет уязвимость, как их можно искать, как можно формализовать это понятие и так далее. Вот. Второе направление, в котором мы тоже активно двигаемся, движемся, да, это комьюнити. Да, по ZDF на каждом из наших мероприятий мы всячески рассказываем про наличие комьюнити, где мы выстраиваем диалог именно с разработкой, да, то есть с теми людьми, которым в итоге проще всего рассказать про уязвимость в их коде, да, потому что они действительно понимают, как код устроен, как он работает, как можно проэксплуатировать эту уязвимость. Это в конечном итоге те люди, которые будут эту уязвимость устранять, да, то есть это те, с кем нам приходится работать, ну, что называется, в полной мере. Вот. И приглашаю всех присоединяться к этому комьюнити, да, там достаточно интересные статьи, буквально сегодня Вова Кочетков опубликовал очень интересную аналитику по поводу одной из уязвимостей, да, и по поводу того, что устранение уязвимостей – это не столько процесс такой технический, да, когда мы ищем какие-то причины, какие-то проблемы в коде, а когда мы пытаемся все-таки сделать наше предложение, ну, Secure by Design, да, то есть та фраза, которая у Дениса Кораблева прозвучала в его презентации, вот. И только при реализации такого подхода у нас действительно есть шанс того, что наши приложения станут максимально безопасными и будут менее уязвимы для злоумышленников. Спасибо. Я постарался уложиться, как и остальные докладчики. Я здесь на все вопросы, если они возникают.